Эра вычисления на новом уровне Эра вычисления на новом уровне СуперЭвм расширила исследовательские возможности технополиса Минобороны. Холдинг Росэлектроника и госкорпорация Росатом завершили работы по созданию вычислительного комплекса информационно-телекоммуникационного центра военного инновационного технополиса Р в Анапе. В марте 2018 года министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу была озвучена идея о создании на территории Виттера высокопроизводительной ЭВМ. Под руководством заместителя министра обороны Российской Федерации генерала армии Павла Попова в эту работу включились специалисты Главного управления научно-исследовательской деятельностью и технологического сопровождения передовых технологий, инновационных исследований, Министерство обороны Российской Федерации, которое осуществляет координацию деятельности Виттера, а также специалисты Департамента информационных систем Министерства обороны Российской Федерации, отвечающие за реализацию проекта. В рамках общей концепции построения технополиса было принято решение о создании информационно-телекоммуникационного центра, ИЦ, с вычислительным комплексом в составе Центра обработки данных, ЦОТ. В интересах Минобороны проект был реализован кооперацией предприятий в составе Российского Федерального Ядерного Центра Всероссийского научно-исследовательского института технической физики, РФАЦИВНИТФ, имени академика Е. И. Забаба Хина, входящего в состав госкорпорации Росатом, и научно-исследовательского центра электронной вычислительной техники, НИЦЕФТ, в составе холдинга Росэлектроника. Основная задача нового ЦОТ и вычислительного комплекса решения задач моделирования математических процессов и интеллектуальных технологий в интересах лабораторий, работающих в составе технополиса, которые специализируются на разработках в области робототехники, информационной безопасности, информационно-телекоммуникационных систем, технического зрения, распознавания образов, нанотехнологий и других проектов. Работа всех информационных систем ЦОТ построена на программном обеспечении отечественного производства, принятого на снабжение в Минобороны. Операционная система. Масштабируемое решение промышленного уровня. Создание высокопроизводительного вычислительного комплекса на базе. Астролинукс. Очередная и закономерная ступень эволюции продукта. За счет собственных проверенных разработок в области управления доступом и контроля целостности, технологии создания замкнутой программной среды наша ОС позволяет решать любые задачи в условиях повышенных требований к безопасности. Отметим, что разные версии операционной системы для работы на высокопроизводительных кластерах уже длительное время успешно используются на различных объектах, в том числе и Минобороны России, заявил директор по продукту ГК, Астролинукс, Роман Мэлицын. Супер Эвм позволяет в ускоренном режиме готовить операторов научных рот для работы с большим объемом данных и передовыми методами программирования. При этом, как отметил генеральный директор РФАЦ НИТФ Михаил Железнов, были реализованы запатентованные отечественными разработчиками решения по инженерной инфраструктуре. Также применены эффективные импортозамещающие технологии по коммуникационным сетям госкорпораций Росатом. Дальнейшему развитию возможностей яиц послужит создание в формате техноцентра лаборатории РФАЦ в НИТФ по эффективной эксплуатации и совершенствованию подобного оборудования. НИЦЕФТ разработал системное программное обеспечение вычислительного комплекса ЦОД, высокоскоростную коммуникационную сети осуществил работы по пусконаладке комплекса. Эксперт РФАЦ в НИТФ имени академика ИИ. Забаба Хина в рамках проекта отвечали за комплектацию вычислительных модулей, интеграцию ЭВМ в инфраструктуру ВИДР и проведение испытаний. В настоящее время сотрудники ИИЦ проходят обучение по работе с СуперЭВМ и в дальнейшем станут обеспечивать ее полноценную работу. Ряд информационных систем уже находится в работе, что вполне обеспечивает потребности и функциональность Чехнополиса, позволяет хранить и обрабатывать данные всех партнерских организаций в рамках совместных изысканий, прокомментировал «Красной звезде» принятие ЭЦОДа в работу временно исполняющей должность руководителя Департамента информационных систем Минобороны РФ генерал-майор Олег Масленников. Здесь необходимо напомнить, что в августе 2018 года ВИДР и АО «Концерн созвездия Госкорпорации Ростех» заключили соглашение о сотрудничестве. Оно предполагает создание совместных проектов и объединенных лабораторий, выполнение прикладных и комплексных научных исследований, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, обмен научно-технической информацией по перспективным инновационным разработкам, а также обеспечение лабораторией необходимым оборудованием. В рамках реализации соглашения АО «Концерн созвездия» разрабатывает аппаратный ускоритель, способный увеличивать производительность сервера в 50 раз. Новое устройство позволит гибко и на лету модифицировать правила обработки сетевых данных и добавлять новые функции безопасности без замены оборудования. Разработка ведется совместно с операторами научной рот Витера. Как заверили разработчики, опытный образец будет создан в течение двух лет, после чего аппаратура пройдет тестирование и испытания. Устройство будут поставлять в унифицированном формате, что позволит интегрировать его в слот стандартного сервера. Ускоритель будет универсален. Он станет использоваться в любых вычислительных кластерах, серверных платформах, ведомственных и корпоративных центрах обработки данных, в серверах широкополосного удаленного доступа, устройствах трансляции сетевых адресов, брандмауэрах, системах углубленного анализа данных и многих других областях. Разработчики планируют сделать ускоритель реконфигурируемым, то есть с возможностью перепрошивки устройства под разные типы задач. Специалисты Росэлектроники отмечают, что повышение производительности вычислительных кластеров за счет применения ускорителя экономически эффективнее, чем количественное увеличение серверных платформ. Это позволяет не только значительно снизить капитальные и операционные расходы на построение вычислительной и коммуникационной инфраструктуры СОД и сети операторов связи, но и обеспечит максимально быстрое реагирование на изменения требований и появление новых сервисов. По оценкам экспертов, новинка, разрабатываемая в рамках проекта, будет иметь большой потенциал, потому что аналогичных устройств нет в свободной продаже. Центр обработки размещен в отдельном здании площадью более 600 кв. метров, которая специально построена под нужды его инфраструктуры с учетом инновационного насыщения. РФИАЦ НИТФ и НИЦЕФТ представили ряд инноваций, делающих этот проект еще более привлекательным. Например, компактность смонтированной системы, а также присутствие в общей сборке дублирующих контуров. Это позволяет сделать работу ЦОДО бесперебойной даже во время проведения профилактических работ и аварийных отключений электроэнергии, сообщил генерал-майор Олег Масленников. Одно из отличий предложенной нам коммуникационной сети отечественной разработки ее высокий уровень и энергосбережение, высказал свою точку зрения временно исполняющий обязанности начальника ВИТЭРа Минобороны РФ полковник Игорь Дрыбат. ЦОД оснащенный Супер-ЭВМ, создает новые возможности нашим научным лабораториям как в части решения плановых, так и перспективных задач. Операторы научных рот используют в своих исследованиях ресурсы данной машины и принимают участие в совершенствовании инфраструктуры ЦОД совместно с разработчиками и установщиками этого комплекса. Особо на это касается специалистов взводов информационных технологий, которые на новом уровне исследований смогут применять уникальный потенциал этой Супер-ЭВМ. Кроме того, планируется сформировать обширную информационную базу для наших операторов по результатам научных работ, развитию перспектив их личного развития в совместных изысканиях с ведущими разработчиками передовых оборонных технологий, инновационных образцов техники и вооружения. Используемые конструктивные и программные решения дают возможность более оперативно проводить работу с большими объемами массивов данных. А в наше время сокращение сроков выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, проектирования образцов промышленного производства, которые ведутся в Технополисе, имеет существенное значение и считается важным показателем эффективности. Ведь сокращение сроков реализации любого проекта – это прежде всего возможность системы управления работать на опережение. Все это позволит выйти на новый уровень развития Технополиса и реализации проектов участниками Инограда, которыми уже стали 9 подведомственных Минобороны организаций, 35 гражданских предприятий, а также около 20 научных организаций Российской Академии Наук, Высшей Школы и практически все ведущие вузы страны. Анапа, Москва. Юрий Авдеев, Красная Звезда. Владимир Сосницкий, Красная Звезда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова